Эксперимент второй. Проверяем качество парфюма. Первое видео можете посмотреть по ссылочке. Итак, парфюм качества хорошего, когда горит, и там есть масла натуральные, он издает хорошие ароматы, то есть их масел, и по истечению времени, как сгорело, не должно оставаться никакой типа мазута внизу, то есть масло должно остаться на ложке. Так, нам помогут такие волшебные спички, дольче габбана, очень символичные. И первое мы проверим, так как мы проверяем качество духов армель, это армель. Сейчас я пшикну сюда, неважно какой парфюм, так как заявлено, что все 20% и вот сейчас налью и покажу, как горит и расскажу, чем пахнет. Пауза. Вот здесь, значит, пару пшиков я сделала. Поджигаем. Смотрим, ровный получается, синий, видно пламя? Синее красивое пламя, вспышку берем, то есть получается синим горит, видно, никаких черных, зеленых нету полос, аромат приятный духов, вот у нас все прогорело, и мы видим, что остались только, ну вот масло и осталось, видите, по ложке вот так вот оно растекается и пахнет, да, вот именно парфюмом, какими-то маслами пахнет. Я не парфюмер, да, я не могу сказать какими-то нотами, но мы видим, что осталось масло. Не знаю, горячее, нет, уже не горячее, вот на руке масло, да, то есть ароматизированная такая эссенция из масла. Это был первый образец, напоминаю о компании Армель. Сейчас я помою ложку и мы проверим, вот на первом видео я отрисла дольче Габбана, да, мы выявили, что там не пузырьков ничего, скорее всего там водичка. Посмотрим, как будет гореть она и чем будет пахнуть. Итак, образец 2, это вот наша дольче Габбана, которая является подделкой, а, ну вот, не успели, уже потухла. То есть, видим, спирта тут нет, пахнет, ну, какой-то, как будто бы вот пережженная спичка. Ну, есть чуть-чуть масляное что-то, но, конечно, первое отдает это каким-то горелым. Не могу сказать, что прям резиной, но мы видим, что никакого масла, да, не прогорело. Очень много осталось, ну, может быть, еще раз подожгу, вот сейчас даже проверим, будет ли вот то, что осталось гореть. Вот, нет, не горит, она чуть-чуть загорелась, но, видим, уже какая-то белая штука там появляется, да, все опять потухло. А, теперь пахнет еще хуже. Ну, в общем, никаким маслом тут как бы не пахнет. Видим, даже белая какая-то вот получается непонятная штука. Сейчас остальное, это потрогаю. На масло это не особо похоже, то есть, да, на руках это вообще воню ужасная. Вот, и, то есть, если в первом образце мы действительно видели, осталось пахнущее вкусное масло, то тут вот даже какая-то белая ложка стала. Так, выключаем. Образец номер три, это, ну, чего тут, не понимаю, Ивана или Арифлейм? Ну, не помню, в общем, кто узнал, тот поймет, что это такое. Ну, в общем, какая-то сетевая водичка, скорее всего, туалетная. Так, два пшика тоже сделали. Поджигаем, сейчас пахнет вкусненько. Посмотрим, как будет гореть. А, так, ну, горит хорошо, да. Таким уже перелив прям в синий очень даже хорошо горит, я бы сказала, тут один спирт, скорее всего. Тоже белым, видите, там внутри ложки покрывается какой-то белой шнягой. Непонятно, чем видно, да, угу, вот, и все, потухло, значит. Ну, ой, ой, аромат, даже не буду говорить, чем он пахнет, кошмар. Так, и...